Во вторник прошло еженедельное заседание регионального кабинета министра. В центре внимания правительства был проект государственной программы «Эффективное развитие экономики инвестиционной и предпринимательской среды Верхневожья» на предстоящие пять лет. Все подробности в первом материале выпуска. Проект госпрограммы «Эффективное развитие экономики инвестиционной и предпринимательской среды Верхневожья» один из ключевых для региона. Основной ориентир в работе по разным направлениям Это эффективная реализация в Тверской области национальных проектов. Программа является системообразующей для всех органов государственной власти и местного самоуправления региона. Рост экономики, привлечение инвестиций, развитие малого бизнеса, среднего бизнеса. Это основные задачи, которые являются ключевыми мероприятиями данной программы. Важными показателями их реализации и успешного решения это увеличение рабочих мест в небюджетной сфере и повышение качества жизни наших граждан во всех муниципальных образованиях нашего региона. Основные факторы, которые мы полагаем, которые я собственно и обозначил, эти факторы, которые нам дадут возможность решить демографическую задачу и развитие социальной сферы. Планируется, что к 2024 году валовый региональный продукт составит свыше 592 миллиардов рублей. Инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне сотни миллиардов. Всего в настоящее время в регионе реализуются более 60 инвестпроектов сроком до 2028 года и созданием свыше 17 тысяч новых рабочих мест. Самое главное, о чем мы сейчас говорим, это и социальное развитие, и демографическое развитие региона, которое напрямую связано с увеличением числа рабочих мест в небюджетной сфере. Поэтому программа получилась достаточно большая, она выверенная. Среди новых мер поддержки бизнеса, проведения мониторинга эффективности системы налогообложений и действующих налоговых льгот. Большой объем работы запланирован в сфере индустриальных парков. До 2021 года будут построены сети водоснабжения и водоотведения парка Боровлева-3 по Тверью. Обеспечено газоснабжение площадки. Начата подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа Эмаус в Калининском районе. Порядка 118 миллионов регион направит на развитие инфраструктуры на монотерриториях. Для их развития будет создан специальный центр. В настоящее время высокой готовности находится совместный проект по созданию в Кувшиново современного тепличного комплекса. Большое внимание в программе уделено проектам по развитию городской среды. Это реновация комплекса «Морозовский городок», создание кластера инновационного транспортного машиностроения, реализация проекта «Тверь-экспо». Ознакомились с проектом госпрограммы эксперты. В частности, директор департамента проектной деятельности правительства Российской Федерации отметил важность разработанного документа и его качество. Очень отрадно и было приятно слышать, что Тверская область идет впереди. Впереди, на самом деле, целого ряда регионов и внедряет проектное управление не просто для реализации нацпроектов, а для реализации задач, содержащихся в государственной программе. Своё внимание приглашённые эксперты обратили и на кадровое обеспечение региона. К этому вопросу вот только сейчас я почувствовал, что стали более серьёзно относиться. Надо всячески думать о том, чтобы никто, особенно из талантливой молодёжи, из региона не уезжал. И для этого надо предпринять все шаги. Поэтому вузам и, соответственно, субъекту федерации надо работать рука об руку. По итогам обсуждения программы Игорь Руденя дал ряд поручений, в частности, по развитию системы профобразования в соответствии с задачами региональной экономики, поддержки научной деятельности и социального предпринимательства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...